В этом игровом процессе War Tales. В видео Features Impressions я собираюсь рассказать о боевом дизайне, игровой механике, путях компендиума и других функциях. Новая RPG с открытым миром, разработанная Shira Games и опубликованная Shira Unlimited War Tales, представляют собой средневековую приключенческую RPG с открытым миром, в которой вы управляете наемниками с навыками, основанными на их классах и оружии, которым они владеют. Когда дело доходит до боя, ты можешь рассчитывать на тактическую пошаговую систему, которая ценит позиционирование твоей партии. Кроме того, для того, чтобы процветать и выживать как группа, тебе нужно отдыхать, потреблять достаточное количество пищи и платить заработную плату. Действие военных рассказов разворачивается почти через столетия после появления смертельной чумы, которая может превратить своих жертв в хищных зверей. Империя Адериан начинает рушиться в результате жадности и враждебных намерений соседних народов. Когда империя на грани, твоя цель — накопить богатство вместе со своими товарищами-наемниками, чтобы выжить. По мере того, как ты будешь исследовать мир, ты также узнаешь больше о многочисленных вовлеченных фракциях, об их ролях и мотивах. В отличие от большинства РПГ, которые начинаются со стандартного создания персонажа, вы начинаете с того, что собираете своих спутников на основе судьбы, которую вы для них выбираете. Они могут быть бандитами, надеющимися избежать закона, друзьями, ищущими приключений на всю жизнь, и даже фермерами с целью улучшить свою жизнь. Выбор, который ты делаешь, дает тебе различные бонусы и дебафы, такие как дополнительный хлеб, но меньшие кроны в игровой валюте, а также уменьшение пропускной способности для начала. И это лишь некоторые из них. Кроме того, ты сможешь выбрать группу, состоящую из четырех классов. Однако у них нет описания кампании с точки зрения их специализации, атрибутов, навыков и оборудования, поэтому вам придется изучать их по пути во время вашего первого прохождения. Есть много других функций, которые делают игру интересной, таких как аспекты выживания, особенно лагерь, где вы можете есть пищу, чтобы пополнить свое здоровье и Associated Press, а также создавать полезные предметы. С точки зрения визуального стиля и звука, игра вдохновлена средневековой фэнтезийной обстановкой, так что вы столкнетесь с удивительными районами дикой природы, заснеженными горами и реками, которые простираются на тысячи миг. War Tales тематически схож и напоминает классические RPG, такие как Baldus Gate, Ice Van Dale, даже в том, что касается звука. Когда ты исследуешь и открываешь для себя множество регионов, ты будешь подвержен воздействию успокаивающей и инструментальной музыки. Но когда ты сражаешься с бандитами в дикой природе, ты услышишь захватывающие и зловещие звуки. Однако, над звуковыми эффектами можно было бы поработать больше, поскольку в данный момент практически нет разницы между пронзением врага копьем и ударом по нему тяжелым молотком. Здесь тоже нет озвучки. Я надеюсь, что разработчики добавят это в будущем, чтобы показать мир, наполненный живыми НПК, вместо того, чтобы оставлять то, как они звучат, воображению игрока. War Tales — это сложная пошаговая RPG, которая включает в себя множество функций. Однако в настоящее время в игре отсутствуют учебные пособия, подсказки и достаточные описания, чтобы помочь игрокам понять ее механику, что может расстраивать тех, кто новичок в этом жанре. Сразу после того, как ты выбрал предысторию и судьбу своей партии, ты немедленно отправляешься в опасные приключения и сражаешься с врагами, которые могут быть слишком сильны для твоего уровня. Учитывая природу игры с открытым миром, вначале требуется много проб и ошибок, но когда ты понимаешь, что происходит, общий опыт становится удовлетворительным. Доступно шесть начальных классов, а именно — зверь, лучник, рейнджер, фехтовальщик, воин и мята. Только лучник наносит дальний урон, в то время как остальные наносят в основном урон, используя разное оружие. Зверь изначально владеет только старой дубинкой и крышкой от бочки, в то время как рейнджер, который ведет себя как мошенник и творит чудеса, нанося удары в спину, использует ржавую заточку. Что интересно, так это навыки, связанные с оружием, которым они вооружены. Например, если у копейщика есть вилы фермера, он получает доступ к навыку пронзать, который наносит двойной урон на расстоянии и отбрасывает цели в процессе. Убрав эти вилы, преобразуй их соответствующий навык в удар. Однако у тебя также есть определенные пассивные и активные способности, которые напрямую связаны с выбранными тобой классами. Пассивные способности позволяют тебе пополнять свой Associated Press на втором уровне и обозначены кружками. С другой стороны, активные способности, потребляющие Associated Press Out, представлены в виде квадратов на вашем дереве навыков. Тогда ты можешь выбрать подкласс. По достижении третьего уровня, например, воин становится бёрсерком, палачом-стражем, каждый со своими соответствующими способностями. В дополнение к бонусам, которые ты получаешь при создании своей партии, ты также получаешь повышение атрибутов в зависимости от выбранной тобой профессии. Ты можешь открывать профессии, участвуя в любой из связанных с ними видов деятельности. Например, если ты хочешь получить доступ к заданию вора, ты должен попытаться украсть у любого НПК. В раннем доступе доступно множество профессий, таких как несовершеннолетний, чтобы улучшить телосложение, вор, чтобы повысить ловкость, и рыболов, чтобы увеличить силу воли. Более того, эти задания позволяют тебе выполнять различные действия, такие как добычи весел для изготовления предметов, взламывания замков и ловли рыбы соответственно. Заметь, что ты можешь легко переключаться между ними, что тебе ничего не будет стоить. Начать бой довольно просто, так как ты можешь легко противостоять клеточным мечам, с которыми пересекаешься, и принимать награды за борьбу с убийцами и крысами, которые наводняют деревни. В каждом столкновении есть система инициативы, позволяющая определить, какая страна атакует первой, но после решения, как и в Экскому. Вы можете выбрать порядок действий членов вашей партии в отношении позиционирования или очень важной механики, потому что они влияют на то, кто живет и кто умирает. Например, когда противник уже сражается с твоим лучником, ты больше не сможешь нанести ответный удар с помощью своего лука, поэтому тебе придется вместо этого нанести удар тому же врагу. Из-за недостаточного расстояния между вами двумя отторговцев уроном в ближнем бою, когда вы уже сосредоточены на атаке существа бандита, вы не сможете нацелиться ни на кого другого, если не отключите их первого. Однако, это может привести к получению урона за атаки возможности, которая работает аналогично другим РПГ. Кроме того, чтобы извлечь максимальную пользу из этих занятий рукопашным боем, ты хочешь владеть двумя одноручными видами оружия, такими как заточка и топор, чтобы выполнять двойные атаки за ход. В качестве альтернативы ты можешь вооружиться таким оружием, как ржавый двуручный молот, для выполнения тарана, который эффективно наносит огромный урон двум или более соседним врагам. Не забудь добавить в свой отряд хотя бы одного лучника, чтобы ты мог безопасно наносить урон издалека. С точки зрения позиционирования, тебе стоит подумать о размещении своих союзников. Поскольку в игре есть дружественный огонь, ты можешь случайно нанести урон своим луком или другим оружием, таким как клиф, если они находятся рядом с твоей целью, так что будь очень осторожен, иначе ты можешь в конечном итоге убить их. Хотя ты можешь заменять компаньонов, нанимая других наемников, этот опыт часто бывает горько-сладким, особенно после того, как ты вложил средства в улучшение их атрибутов и повышение уровня. Несмотря на сложный боевой дизайн, я надеюсь, что в следующем обновлении будут добавлены варианты формирования, аналогичные тем, которые у нас есть в Pathfinder, гнев праведника. Было бы также хорошо использовать Associated Press для передвижения, а не ограничивать их функциональность для определенных активных способностей, чтобы еще больше улучшить стратегии, необходимые для победы в столкновениях. Время от времени важно разбивать лагерь, чтобы твоя группа могла хорошо отдохнуть. Здесь ты сможешь кормить их и платить им зарплату, чтобы повысить их счастье. Создавай разные предметы, такие как отмычки и рыболовные крючки, и восстанавливай их здоровье и здоровье. Как только ты полностью отдохнешь, состояние усталости не замедлит твою скорость передвижения при исследовании местности и не уменьшит твою силу и ловкость. Счастье — это важная особенность War Tiles, за которой тебе придется следить, поскольку она определяет, насколько довольна вечеринка. Если твоих наемников хорошо кормят, они, скорее всего, останутся. Но если ты не заплатишь им зарплату, вероятность того, что они уйдут, значительно возрастает с каждым днем. Значит, тебе нужно постоянно зарабатывать деньги, продавая ненужные предметы и выполняя задания следующего сборника рассказов о Звездных войнах и прохождении. В сборнике собраны все чертежи и рецепты, которые ты обнаружишь. Что интересно в этом, так это раздел знаний, который побуждает вас тщательно исследовать средневековый мир. Таким образом, ты набираешь очки, чтобы разблокировать определенные способности, такие как бег и увеличение грузоподъемности партии. У тебя даже есть возможность заняться каннибализмом, чтобы выжить на человеческих трупах. Тем временем покажи вехи, которых ты достиг, вместе с дополнительными бонусами, которые ты заработал в результате. Например, если ты украл достаточно предметов и в конечном итоге повысил уровень преступности и хаоса, список наград увеличивается, включая миссии по убийству. Пути — это хороший способ проиллюстрировать свой прогресс и получить за это вознаграждение. Чтобы добавить глубины тому, что может предложить игра, тебе следует обратить внимание на механику подозрений и влияния. Высокий уровень подозрительности вызывает у властей, которые заставят тебя заплатить за твои преступления. Но помни, что ты можешь подкупить их, затеять драку или просто вернуть предметы, которые ты взял, в тон своим действиям. Как и в большинстве ролевых игр, основанных на выборе, у тебя также есть возможность убедить НПК согласиться с твоей линией мышления и набирать компаньонов, применяя свое влияние на них. Очки влияния зарабатываются за выполнение заданий и победу в бою. Заключительные мысли. У WarTiles есть хорошо продуманная пошаговая боевая система, которая бросает вызов и имеет потенциал, но она требует дополнительных нюансов, полировки и балансировки. Он также предлагает достойные визуальные эффекты, хорошую анимацию навыков финишера и примечательную музыку, а также множество классов, навыков и оружия, которые вы можете использовать в своих интересах, чтобы создать заметные сборки. Однако, есть некоторые проблемы, включая ошибки, сбои, отсутствие озвучки и звуковых эффектов, которые, как мы надеемся, будут решены в период раннего доступа. Если ты ищешь RPG с открытым миром, с элементами управления партиями и функциями выживания, то ты можешь подумать о покупке WarTales. Игра запускается сегодня в Steam. Что ты пока думаешь о бородавчатых хвостах? Что тебе понравилось и не понравилось в игре во время демонстрации? Дай нам знать в комментариях ниже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok